Единый день ГТО собрал в зале Дворца спорта города Видное более 80 человек. На торжественном открытии 12 участникам, сдавшим комплекс во второй половине прошлого года, вручили знаки отличия ГТО. Своё золото получила и Надежда Пиюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Видновской школы номер 5. Сегодня, да, сегодня наши ученики тоже сдают ГТО. И больше того, скажу, когда сдавала я, сдавали тоже мои ученики. И бегали мы с ними вместе на металлурге. Я для них оказалась на дорожке примером. Единый день сдачи ГТО во всей Московской области проводится с 2014 года, накануне Дня здоровья. Казалось бы, такой праздник должен собирать только выпускников, ведь этот значок пригодится им в будущем при поступлении. Однако в этом зале собрались любители спорта всех возрастов. Алексей Куликов уже сдавал нормы ГТО два года назад. Недавно он перешел на десятую ступень. Ему исполнилось 60. В единый день ГТО мужчина решил подтвердить, что все еще готов к труду и обороне. Я в школе сдавал ГТО, и мне хочется оставаться по-прежнему каким-то школьником немножко где-то и сдавать ГТО. Я уже сдал лыжи, успел, вот с того, как начал таять снег, и тоже хорошо сдал. И вот сейчас пришел сюда, и плавание я тоже буду сдавать, видно. Сегодня и совсем юные ребята, которые попадают на первую ступень комплекса, с удовольствием идут сдавать нормативы ГТО. Как замечают в муниципальном центре тестирования, раньше подобного рвения не было. Стали приходить младшие классы, причем со словами с теми, что мы не для поступления, хотим проверить, насколько мы можем и в дальнейшем уже сдать уже на золото в старших классах. Одним из таких ребят стал Лев Корезин. Недавно он сдал нормативы по плаванию. Но на этом не остановился. Юный спортсмен загорелся идеей получить золотой значок. Какой бы ты совет дал тем, вот, ребятам твоего возраста, которые тоже захотят принять участие? Ну, чтобы не бояться. В этот день участники смогли пройти 9 испытаний. Настоящий аншлаг был в коридоре. Здесь сдавали стрельбу из электронного оружия. И хотя этот норматив необязательный, у каждого он вызвал неподдельный интерес. На сегодняшний день центр тестирования ГТО продолжает принимать заявки на сдачу комплекса. Всю информацию можно найти на сайте Дворца спорта города Видное. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.